сегодня расскажу свою маленькую историю по датчику детонации я поменял переднюю лямбду у меня по первой лямбде это которая до катализатора после капиталки двигателя вылезло три ошибки пи 0131 пи 0132 и третье не помню это был обрыв подогревателя в общем датчик поменял поставил оригинальный ну в спокойном режиме где-то две недели ездил проблем никаких не было расход у меня после того как загорелись ошибки по 1 лямбде вырос с 13 до 18 даже 20 литров на 100 километров когда я поставил новый датчик чек пропал расход упал снова до 13 литров что в принципе я считал что является нормой для импрезы на полтора литровом двигателя это и g-152 но после резкого ускорения когда нажимаешь педаль газа даже в городе у меня сгорался чек и вылазили ошибки пи 0131 пи 0132 это уже на новом датчики я бы подумал что датчик потихоньку начинает умирать но нет после того как ты куда-то приехал заглушил машину чек пропадал то есть но заводишь чека нет в активных ошибках ничего нету но в сохраненных вот пи 0131 и пи 0132 это высокое напряжение низкое напряжение по этим ошибкам ну в основном все говорят что эти ошибки свидетельствуют о том что лямбда помирает но нифига ну не так тем проб и ошибок я дошел до датчика детонации что происходило с машиной когда неисправен датчик детонации первое это вибрация у меня периодически стала появляться вибрация на холостых оборотах два-три светофора вибрации есть 12 светофора все отлично просто замечательно ничего не и пирует даже не чувствую как работает машина вибрация в автомобиле была такая что пассажирское сидение аж дребезжала то есть подголовник и само сидение тряслось я долго не мог понять чем причина я свечи меняла бронепровода причем свечи менял несколько раз думал может быть фигню какую-то купил потом провалы при разгоне ты нажимаешь на педаль газа у тебя автомобиль вроде бы начинает разгоняться но легкий провал потом в резкое ускорение но так было постоянно то есть это было практически последние три-четыре месяца то есть я так понимаю когда датчик детонации начал капризничать плюс ко всему когда выезжаешь за город или едешь по объездной где-то на скорости 60-70 километров в час то есть ты держишь эту скорость едешь по прямой загорается чек пи 0131 пи 0132 я долго пытался связать чек с датчиком детонации я снял старый датчик замерил сопротивление номинальное сопротивление у subaru это 560 килоом другой информации как проверить датчик я мануале не нашел но в интернете есть способ проверить вольтаж подключаешь ему мультиметр ложишь на молоток и начинаешь по нему постукивать и должен изменяться вольтаж вроде как и чтобы датчик реагировал неисправность датчика детонации когда появляется чек это значит что разрыв цепи в остальных случаях его продиагностировать очень очень сложно потому что ну вот у меня три датчика два старых один но я по ним по всем постучал все реагируют даже подключая сканер к автомобилю по датчику детонации информации практически никакой не получаешь да он там показывает что он что-то крутит что он что-то передает что он передает чертю знает мой датчик получается врал чека по датчику детонации мне не было прозвонить его прозвонил 560 кило он как положено он реагировал на молоток значит он работает но датчик детонации может врать он может в упор не видеть детонацию когда она есть а может видеть детонацию там где ее нет я кстати стал замечать что периодически при резком ускорении слышал звуки детонации скажем так когда неправильно горит смесь когда неправильно установлен угол опережения зажигания когда я снимал датчик и ставил его назад я почистил немножко наждачкой низ корпуса датчика Где он прилегает к блоку И немножко алюминиевую часть блока Прям чуть-чуть И прикрутил датчик на свое место Момент затяжки датчика детонации 24 ньютон метра Ну примерно как свечки закручиваете Вот с тем же усилием То есть он должен быть плотно прижат Но не до дурения, а то корпус лопнет И соответственно датчик не будет работать Когда я почистил и поставил старый датчик Полдня я радовался У меня пропала вибрация При резком ускорении человек не загорался Но это было где-то полдня Потом все вернулось на круги своя Опять вибрация, то есть то нет Опять плавают обороты То есть то нет Опять ускоряется непонятно как Я заказал новый датчик, поставил его В общем я проездил уже Где-то 2000 км на новом датчике И вот решил поделиться Скажем так наблюдениями Все ушло, машина рвет из-под себя Вибрации нет, плавать обороты перестали Я выезжал за город Я выезжал на объездную Давал машине люлей Держал те обороты, которые обычно способствовали Скажем так появлению чека Пи 0131, пи 0132 Это по передней лямбде Как поменял датчик детонации Я искатал 4 бака И средний расход у меня вышел Где-то 10 литров на 100 км Это в спокойном режиме В режиме близким к аля пенсионер И еще старый датчик детонации Который у меня стоял Он был куплен на Алиэкспрессе Я отработал 5 лет, где-то 4 с половиной года Он работал отлично А потом начали появляться всякие признаки Скажем так, сейчас я знаю, что это признаки неисправности У меня лежит второй такой же То есть датчик с Алиэкспресс Сейчас он стоит там 300 рублей Он подходит на импразу Но нужно будет перепиновать фишку Фишка, которая на китайском датчике Она не подходит Я приложу фото, как должен устанавливаться датчик То есть он должен смотреть своим хвостиком Примерно на колокол коробки В общем, в сухом остатке Автомобиль кардинально изменил свое поведение Прет, вибраций нет И человек больше не загорается Ну, в общем, всем спасибо Всем пока